Севооборот – это ключевое условие хорошего урожая овощей, как, наверное, и любой другой культуры, да? Ну, а мы говорим об овощах, поэтому хотелось бы узнать, вот как у вас построен севооборот в вашем хозяйстве, что следует за чем в этом севообороте? Ну, видите, мы наконец-то дошли к тому, что вернуться к старому, забытому, что севооборот – это основа всего, как бы, и фитосанитарного состояния почвы, и снижение химической нагрузки на почву, потому что чередование культур не зря было придумано, чтобы культуры шли разные по видам. Одна-другая культура накапливает болезни, и соблюдение севооборота, как бы, экономика вмешивалась в этот процесс всегда, и сейчас у нас, в данном хозяйстве, в нашем, в принципе, мы к этому приходим уже, при расширении поливных площадей мы можем себе позволить уже, как бы, научно обоснованные севообороты. Ну, не до конца еще, но вот мы планируем, пока у нас там, грубо говоря, четырехпольный севооборот, у нас картофель возвращается на четвертый год, на лук на третий год, на третий, на четвертый тоже, как в зависимости от этого. Ну, были времена, когда мы, вот, вначале, когда у нас были площади небольшие, мы через год картофель сажали, было даже два года подряд. А это в какие годы? Ну, вот, начало 2011-2012 год, у нас были ограниченные площади поливные. Какие у вас тогда были площади? Ну, у нас картофеля было тогда, ну, тогда у нас были площади, как вам сказать, техника была маломощная и поливалось в районе 600 гектар, наверное, у нас его. Сейчас у нас поливается уже 2200 гектар современными машинами. И вот у нас сейчас, в этом году мы картофель расширяем еще, у нас в этом году 560 гектар картофеля. Мы на 100 гектар увеличиваем кукурузу, у нас 670 гектар увеличиваем той же. И озимая пшеница у нас тоже 600 гектар на поливе. Как чередуется, вот, если взять, допустим, картофель, вы возвращаете на четвертый год. После картофеля... После картофеля кукуруза. Ага. Кукуруза на зерно, не изилозная? Нет, нет, на зерно. Затем 2 года пшеница. Ага, потом 2 года пшеница. Ага. Ну, хотим сейчас ввести еще, планируем, как бы, сою еще ввести на поливе. Ага. У нас, мы раньше занимались ею, но ввиду того, что у нас малые площади были поливные, мы убрали ее. И экономика ее была не очень хорошая. Ну, сейчас мы можем, в принципе, себе позволить и иметь гектар 300-400 сои. Вот, сейчас планируется строительство завода здесь уже, сколько лет муссируется. Нам предлагали, ну, как, с предложениями выходили уже, чтобы мы занялись соей. Но пока это все отлаживается и отлаживается. Все равно мы вот сейчас, вообще, уже сколько лет мы ничего не сжигаем. Хоть что на горе, что на поливных землях. Мы это все заделываем, почва разлагается это все, как бы, органики достаточно поступают в почву. Ну, хотелось бы еще бы, да, и бобовую везти, чтобы были бобовы. Ага. Ну, под конкретного покупателя, у нас, так же, как по картофелю, у нас контракт с чипсовым заводом. Хотелось бы, так бы, контракт был, чтобы и на сою, чтобы мы знали, куда производить. Ага. Весь картофель вы поставляете? Не весь, наверное, да? А какую часть на чипсовый завод уходит? Ну, смотрите, в этом году у нас контракт на 6800 тонн, этот год. Вот, мы закрываемся сейчас, вот, сдаем картофель на завод. У нас, получается, мы выращиваем картофель, вот, мы сейчас сдаем картофель, выращенный в 2020 году. Да. И вот у нас контракт до 1 июля. Вот, мы сдаем картофель. Да, храните и периодически отправляете на переработку, да. А такого картофеля мы производим около 8 тысяч тонн. Ага. На рынок. То есть, почти половина у вас идет с гарантированным сбытом, да, за воду. Хотя и проблема, все равно они сейчас нас поджимают, и по цене он становится менее рентабельным, в связи с увеличением стоимости продовольственного картофеля. Уже менее интересно выращивать чипсовый картофель. Угу. Они нас держат в пределах цен, там, таких, что вот. Сейчас у нас цена картофеля базовая, мы сдаем 15 рублей. Хотя на рынке, рыночная цена картофеля сейчас отпускная 30 рублей, 34 рубля на свободный рынок. Лук у нас идет, лук, два года пшеница и опять лук. И опять лук. Да. Ну, тоже из-за того, что площади тоже ограничены, как бы, тоже здесь у нас, у нас капельное расширение. С расширением такой поливных, поливных машин, мы, возможно, перейдем на полив, на верхний полив по луку, и тоже, в принципе, он войдет у нас в общий севоборот. Ага. Вообще у нас капельное расширение мы переносим его, как бы, поля, предназначенные под севоборот, тоже ограничены, где мы можем полить. Поэтому мы тоже, ну, стараемся, такого нет, чтобы лук там через год шел, через лук за луком, как бы, мы не пользуемся. Ну, вот, хотя бы такая примитивная схема, вот, лук, два года пшеница и опять лук. Еще какие культуры овощные или у вас, вот, видимо, ограничены? Картофель, ну, небольшой, ну, свекла столовая у нас, получается, около 100 гектар мы сеем свеклы столовые. Да. Ну, она у нас идет, в основном, по второму обороту, после картофеля. Мы выращиваем, по второму обороте ее, получаем, второй урожай получаем, да. И, в принципе, и качество отлично, в этом году мы вообще по свекле удовольны, рентабельность зашкаливает. Вот так. По свекле, да, потому что и второй урожай, это получается, с весомой снижается, потому что мы землю используем, как бы, два раза и арендная плата, плюс качество свеклы, которое посажено во втором урожае, она очень востребована. Вот, это вот очень интересно. Значит, свекла идет у вас после какой культуры? Картофель вы капаете. А картофель вы убираете в июле, очевидно, да? Ну, конец июня, начало июля. Начало июля. А затем, скажите, как вы... 15-20 июля мы сеем свеклу. Ага, на этом же поле, да? И в октябре копаем ее. А в октябре копаете. И хороший урожай получается, да? Да, полноценный урожай мы получали в этом году около 5000 тонн произвели свеклы. Ага, а урожайность какая по свекле? 45-50 тонн. Ага, ну, хорошо. Интересно, а почему, вот вы сказали, что второй урожай, он и качество там... Ну, мы позже сажаем, и она получается, как бы... Ну, пробовали пару сажать, ну, не очень хорошо тоже, как бы, перерастает она... По пшенице, по пшенице пробовали сей тоже ее, как бы... Ну, тут язык экономика, землю используем как поливную. Да, 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 второй урожай. Еще в этот год мы еще и сеем по ней, часть полей еще после свеклы идет еще пшеницу сеем здесь. Получается, три культуры в один год. А-а-а! Вот у нас 25 гектар получилось посеять пшеницу там еще раз. И вот получается картофель, свекла, пшеница зима. Да, да, замечательно. И давно у вас эта практика, вот, по два урожая? Там уже, как бы, 10 лет. Уже 10 лет вы этим занимаетесь. И именно свекла, да? Свекла, пробовали мы ячмень, пробовали и горох, и сложно. И подсолнечек пробовали. Ага, ага. Не получилось. Не успевает. Подсолнечник не успевает вызреть. Ну, в этом году вот соседи пробовали, у них получилось. Ага. После пшеницы они посели подсолнечник, как бы так. Ну, заморозки были не поздние. Мы попали как раз под заморозки. В 2013 году мы пробовали так. Ага. По гороху сложно, со свидетелями бороться очень много. Их тоже, как бы, вот на свекле остановились, что вот свекла, да. Ага. Ага. То есть, всю свеклу в хозяйстве вы выращиваете вторым урожаем? Первым урожаем не ворожаем? Нет, выращиваем тоже не ворожаем. Дисектор ранний немножко. А, ясно. А это на закладку, на осень идет она? Вы ее на закладку и потом реализуете по мере не ворожаемости, да? Да, да, да. Ну, очень интересно, хорошо. Скажите, по... Вот у вас, я вижу, томаты на рекламном доме. Нет, это мы томатами не занимаемся. Нет, 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 нет. Ручной труда, с капустой еще есть 20 гектар. А. Ну, в этом году мы, в том году, как бы, и себестоимость ее, как бы, рентабельность ее не такая хорошая получилась. И людских ресурсов нет. Уборка слишком много отвлекает людей, привлекает. Учного труда много. Ага. И вот мы в этом году первый раз, после этого, первый раз открыли. Да, пока решили переждать, пока люди, может, пандемия закончится, сложно с перевозкой людей из других районов. Ага. Вот это... В этом смысле свекла более технологичная. Да, механизированная уборка. Механизированная уборка. Да. Ручного труда мало. Нет вообще. Вообще нет. Ну, только люди, которые обслуживают комбайн, обслуживают сортировку, обслуживают механизмы. Ручной работы вообще нет. Да. По остальным культурам, по луку... У нас был рассадный лук, мы в этом году тоже заменили его, тоже исключили, был ранний лук рассадный, который сладкий, вкусный, который убирался руками только. Тоже мы его исключили, ввели этот лук такой, под подмех уборку. Тоже из-за того, что людей в том году мы мучились с уборкой. Пандемия, людей не привезешь ниоткуда, местных не хватает. И мы решили тоже, как бы... Но вот эти вот ограничения вы ввели и по луку, в связи с пандемией, которая и продолжается в этом году ограничение. Да, да, да. Людей, рабочей силой. Если этот период закончится и, скажем, следующий сезон будет благополучным, вполне возможно, что вы вернетесь. Возможно, да. Но опять же, знаете, себестоимость, цена лука закупочная уменьшилась и уже нам неинтересна. А, и финансово. Да, и механизированная уборка лука, и ручная там разница приличная. А скажите, вот какой техникой вы пользуетесь при уборке, допустим, свекла, да, механизированная уборка? Ну, комбайны, импортные все. Комбайны, да. И картофелеуборочные комбайны есть у нас такой комбайн. Азолифт, он теребильного типа, он убирает. Как бы у нас под морковку мы его брали, но морковку мы тоже отказались от выращивания. У нас не получается, она почвы такие, как бы климат. Но решили, пускай Волград выращивает ее. А мы ради тоже сложности с морковкой, говорят, гниет. И сложнее она, и хранение нужно, и она не круглая, ведь она длинная. Нам все, что круглое, удобно убирать. Она ломается. Ну, сложнее процесс, а цена у нее как бы не... Не привлекает, как бы сказать, сложности больше, а цена менее привлекательная. Абсолютно все, у нас ручного труда не осталось никакого. Вот мы в этом году вообще мы отказались от ручного труда. Из-за того, что мы возили бригады возили, и Семикаракорская бригада возили, и местных возили бригады. И нанимали из дальних, из Дагестана нанимали людей. Потому что в пик уборки нам нужно около 200 человек, чтобы там 200-300 человек, чтобы затратно. А сейчас мы опоримся местными рабочими, и плюс бригаду с Веселого возим. У нас где-то около 50 человек разнорабочих. Они вам нужны для того, чтобы потом... Обслуживать механизмы. А, в обслуживании механизма. Да, ну они на сортировках стоят, делают инспекцию, стоят на сортировках инспекцию, делают комбайны, обслуживают. На комбайнах инспекцию проводят. Значит, уборка лука, уборка картофеля, уборка свеклы, комбайны. Все механизировано, да. Одной фирмы, да? Нет, ну гримы у нас комбайны и Азолифт. В основном гримы, искуская техника, гримы, все немецкая. Ясно. Затем сортировка, это тоже гримы, да? И складская техника, это то, что... Ну, это сортировки, транспортеры. Угу, угу, угу. Ясно. По защите культур, вы, видимо, вот работаете с фирмами, которые здесь представлены, на рекламе, да? Ну, и только, ну, и как бы Сингента, и Басф, и Байер. Ну, все, что самое лучшее. Ну, вот так. Да. То есть, тоже не одна фирма, да? Нет, 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 нет. А почему вы не останавливаетесь на одной? А одна фирма не закрывает полностью весь спектр. А, есть. Они хотят, но у фирмы нет столько, как бы не могут закрыть полностью от семян до уборки, закрыть цикл. Да, да, ну, пытаются, но не получается, чтобы все иметь качественное. Ага. Получается, что мы берем самолучшее у компании. А вот скажите, можете привести пример, вот, что, допустим, вот на таком этапе вы пользуетесь продукцией Сингентой, вот на таком этапе вам больше интересно, вот в данный момент, допустим, Басф или... Ну, там, по фуницидам есть фунициды, которые, как бы, чтобы не было и, как бы, резистенция не вызывала, и мы чередуем эти фунициды, инсектициды разных компаний, потому что, да вы, они у всех, ну, действующие вещества, кому-то... Мы, как бы, выбираем действующие вещества, а потом уже компания, как бы так. Они не смотрят там Сингента, там, или... Хотя они хотят, чтобы мы пользуемся только их препаратами, но... Вам интереснее вот так? Мы выбираем то, что лучшее, да. Да, да. Они все стараются, новинки у всех появляются, как бы, мы смотрим, анализируем, и у соседей что делают, как бы, общаемся между собой, и, как бы, опыты залаживаем постоянно, как бы, так, смотрим, что лучше. Ага. И по удобрениям тоже, да? Нет, удобрения, в принципе, у нас, как бы, от производителя, в принципе, в основном, не зависит. Если по ГОСТу произведено удобрения. Вы имеете в виду азот фосфор-калий? Ну, да. Ну, микроэлементы, там, такое, да. Нет такого, что мы, как язык, 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 именно, какого-то... Привязанного? Да, привязанного. Смотрим цена-качество, и, как бы, так. Ну, тоже крупные компании, да, у вас такие? Ну, в принципе, да, мы, как бы, произведем, у нас, мы на поле, мы на поле, что рынки удобрения, тут несколько производителей, и все, как бы, так. Ну, у нас устраивает, в принципе, только цены сейчас поднялись значительно, на 30-40%, как бы, очень значительно. То есть, вы, вот, допустим, фосагра и... Еврохим, где вы смотрите, как бы... Ну, по цене доставка, там условия доставки, кто-то с доставкой привозит, кто-то, там, разные условия смотрит. Отсрочка платежа? Ну, нет, мы по подсрочке мы с химиками работаем, по одобрениям там нет такого. Там платим денег сразу. Ясно. По урожайности, вот, отчасти коснулись мы этой темы, но, можете сказать, вот, что дает картофель урожайность с гектара на поливе у вас? Что дает? Ну, здесь, как бы, знаете, у нас, как посчитать урожайность? Если мы начинаем копать картофель ранний, да? Он потенциал свой, потенциал свой не выработал. Если мы успели продать больше картофеля, то мы начинаем уже с 30 тонн копать. Ага, ага. А вот в том году мы быстро выкопали там, получается, мы раньше посадили, в том году, 18 марта, картофель, мы уже 20 июня начали копать его. При урожайности 28, при цене 20 рублей, как бы, мы начали копать, и мы буквально там за две недели выкопали 80 гектар, у нас урожайность там, ну, сама больше получилась это до 45 тонн. Да. В позапрошлом году долго подавали, у нас дожди шли, перебивали там, мы последнюю копали уже было 60 тонн картофеля, коломбо. А, ну, цена упала. Да, цена, да, ну, да, как бы, тут привязать урожайность как бы, некорректно очень, если мы получили 25 тонн по 20 рублей, это 500 тысяч, или получили 50 тонн по 10 рублей, ну, мы же работы больше сделали, больше затарили, больше сетки, больше упаковки ушло, больше погрузили. Хорошо, а, ну, по луку там все стабильнее, да? Да, тоже проблемы каждый год есть, что-то на что натыкаемся, в том году мы пересеяли половину лука, выдула, тоже затраты понесли на этот, ну, у нас регулярно что-то случается, ветра сильные, лук сеется мелко, и верхний слой сдувается, где-то на мета, где-то выдувает, это, сходы вырубывает пылью, в том году мы пересеяли порядка 40 гектар, половину лука пересеяли, это затраты опять же. Ну, да, а все-таки урожайность по луку? Ну, как бы, в том году мы получили около 70 тонн, по-моему, средняя урожайность, ну, на раннем луке мы получили до стату, на раннем луке он такой, качается хорошо, а мы же на хранении работаем, там, в принципе, там важно сколько вы со склада потом возьмешь лука, чтобы заложить качество, можно получить 100 тонн, но со склада, взять 50 тонн гектара, пересчитать, пропадет от киев. То есть, если 100 получил, то надо от него быстро избавиться, да? Нет, ну, как бы, знаете, 100 тонн это потенциал лука раннего, там, это нормально, как бы, для позднего лука, ну, порядка 80 тонн это достойная урожайность. А, ясно. То есть, он изначально запланирован для хранения, чтобы он пролежал. Да, да, чтобы взять оттуда было, да. Ну, главное, качество лука, ну, урожайность тоже, конечно, желательно хорошую, но чтобы, важно со склада взять то, что положили. Да, да. Не смысл получить, там, 120 тонн, и потом сгниет он. А, чтобы не сгнил, чтобы качество было, что важно по луку? Ну, вот, все в оборот. Тоже не нарваться, потому что многие нарываются, там, и донцевые гнили, и все это в почве сохраняется. Да, 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 и все переносится. Накапливаются болезни, и там никакой химии уже не справишься, если очень растут зататы на химию, и невозможно, порой бывает, исправить это уже. Почва должна себя сама лечить. Процессы идут в почве, и не надо мешать ей. Не зря же в советское время был силоборот вестипольный, и независимо от того, ну, как это было, и все. Это даже не оговаривалось там. А сейчас экономика выходит на первое место. Да, и это противоречит законам. Да. А получается, что свекла столовая, она хорошо дружит с картошкой, да? Как предстоит, картошка для нее это действие неплохо, или да? Да. Вот мы убедились, что как бы неплохо, да. Ну, у нас же перед этим было все, как бы, вот, три года. А, там было зерно. Да, пшеница там до года была, кукуруза была, мы как бы, а тут в один период, как бы, ну, нормально получается, как бы. А что можно сказать по экономике? Вот какая из культур у вас получается сейчас картошка, лук, свекла из овощных, да, культур? Какая наиболее рентабельная? Можно предположить, что картофель, раз вы увеличиваете площадь под картофель? Нет. Нет, да? О, видите, ну как? Ну, мы увеличим, что этот завод чипсовый, как бы, предложил нам, попросил нас увеличить контракт. А, заказ? Да, заказ. Заказ больше, но, как бы, сколько лет подряд картофель чипсовый был рентабельнее, картофеля продовольственного. Да, теперь получается, что кончается, это, они не хотят дальше цену поднимать, нам неинтересно становится. Ну, картофель, она рентабельность 30%, 30, это хорошее считается. Да. А что же тогда? Лук? В этом году свекла. В прошедшем году была свекла на первом месте. Да, да. И сколько же она рентабельность вам доставила? Посчитали еще, ну, как бы, не посчитали до конца, но хорошее. Ну, что, 100? Ну, возможно, даже больше, да. Хорошо. Но площадь у вас маленькая, под этой культурой. Просто ограничен сбыт? Да, да, да. И риски большие потребления ее. Да, и риски большие уборки осенью. Осенняя уборка, риски большие, что мы можем ее не убрать. Если грязно, да, дожди пошли, вы... Да, мы можем потерять все. Именно из-за дождей, не из-за морозов, а... Нет, и морозы, и дожди. А ну, все может быть, это в период, это уже октябрь месяцев, мы должны... Ну, это корнеплод, но основная часть на поверхности у... Ну, легкие-легкие заморозки он выдержит, но не больше, там, 1-2 градуса. Больше уже все, он уже теряет качество, уже никуда не приводим. Ну, вы попадали когда-то в неприятности, да? Конечно. Поэтому вот... Мы с картофелем попадали с поздним неприятности. Это риски большие очень. Вот из овощных самая затратная, какая культура? Картофель, лук. Лук даже больше, наверное. Лук наиболее затратный, да? Да. А затраты... На что идут, вот, наибольшие, если структуру затрат посмотреть, что это? Ну, семена и химия, 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 семена, химия, да. Ну, лук по луку, вот, например, на гектар нужно порядка, вот, если... Так... Около ста тысяч на гектар, да, надо только семян на луку по луку. А-а-а, затраты. Да. Порядка стоит по картофелю, это еще больше, да, 130 тысяч на гектар, будут затраты по картофелю. И плюс химия, плюс это, там, прилично получается. Деньги большие очень заложаются. И риски большие. Ага. Проще, конечно, кукуруза, пшеница. Ага. Проще. Ну, вот, вы затронули эти культуры. Они попроще, там, и затраты на гектар. Затраты меньше, да. Ну, и доходность, да. Ну, и доходность, да. Да. Вот, можно ли сказать, что высевая, кукурузу, пшеницу, вы теряете сезон на этом поле? Нет. Нет. Нельзя сказать так. Вот мы как-то у Юзефова, где вы тоже были, разговаривали об экономике, и он говорил, что в иные годы пшеница оказывается выгоднее овощей. У вас такое случается? Ну, как считать? Ну, как она может быть выгоднее пшеницы, если доходность гектара по пшенице, там, и порядок цифр, цифр разный. Ну, если картофель пропал, конечно, это значит, это... А если все нормально, все получить, как бы, нет, такого нет. У нас, смотрю, сейчас перебью. У нас картофель, вот, на следующий год у нас контракт на чипсовый картофель, да, у нас его 300 гектар, а... 340 гектар, а он будет 30 процентов нашей, нашего выручки нашей, это... Как он может быть, это менее прибыльный? Ну, выручка... 10 процентов площади дает 30 процентов выручки. А если считать по прибыли с гектара, то, ну, овощи, наверное, тоже, действительно. Там же, наверное, затраты на гектар исчисляются, составляют, наверное, больше сотни тысяч. На цифры 300. 200, 300 тысяч. 300 тысяч на гектар, да? А, вот. А пшеница 30 тысяч. А пшеница 30 тысяч. И вы... А выход денег с новостного гектара? То же самое. То же самое. Не то же самое. Какой он? Не, говорю, тоже такая же. Так же может быть в 10 раз больше. 300 тысяч вложили, получили там, допустим, а, да, если даже 30 процентов рентабельности, то это получается 300 вложили, 400 получили, да? И вот 100 тысяч с гектара. А 100 тысяч с гектара получишь ли на пшенице? Вопрос. Пшеница 40-50 тысяч, это максимально. А, вот. Да, вот. Видите? Там в разы отличается. А когда хорошая цена картофеля, то там, там сразу, сразу. Затратил в 10 раз больше, получил в 10 раз больше. Но риски большие. Можно без ничего остаться. Да. Многие у нас рядом есть и фермеры, которые, как бы у них монокультура и сложнее. У нас поэтому, как бы, подушка безопасности, это и зерновые есть, разложены, риски разложены, как бы так, но... По зерновым, по кукурузе и по пшенице, по урожайности можете сказать на поливе зерно, что дается? Ну, смотрите, кукуруза максимально мы получали 156 центеров по полям. Средняя была в том году 125, позапрошлому. В прошлом году 108 центеров по пшенице тоже там. Видите, мы же поздно сжижаем, если все вороты нагружены, можем не получить сходы на пшенице осенью воды не хватит, позже посадили, и уже мы можем урожайности поиграть. Ну, в среднем мы получаем где-то около 70 центеров по пшенице. На всей площади. Там может быть и 100 урожайность, может быть и 60. Вот порог урожайности при поливе по зерновым культурам какой? Рентабельность, когда начинается на поливе? Вот 80 центнеров кукурузы зерновой достаточно? Нет, 100 центров кукурузы это ноль. Вот это ноль. Вот это вот интересно. То есть, прошлый год и для вас был такой напряженный, да? Цена реализации. А цена реализации была хорошая. Да. Так что здесь получается, что в прошлом году при 108 центнеров, реализация 16-50. Как бы у нас даже выгоднее, чем позапрошлый год. Там продали по 11 рублей, здесь по 16. Там урожайность 125, здесь 108. А по пшенице, скажите, порог рентабельности на поливе? Ну, я думаю, это около 50 центнеров, 50-60 центнеров, да. Это ноль тоже, как бы так. Ну, тут как считать? Тут по-разному считать, прям и затраты считать, или все затраты считать. Амортизацию машин считать, амортизацию, как считать техники амортизации. Тут очень сложно посчитать, как бы высчитать все это дело. Ну, это да. Вообще, рентабельность в крупных хозяйствах принято туда включать и амортизацию, и банковские кредиты, и чего только не считают. Все, все надо считать, как они полагают. А чаще, чаще считают прямые, только затраты. Ну, это ж неправильно. Это неправильно, конечно. Да, согласен. Да. Вы питание для овощных культур вместе с поливом вносите? И основную нет. Вносим и под основную обработку, и затем еще вносим при посеве по картофелю. И еще плюс, мы еще делаем диагностику. Каждую раз, это в 10 дней мы еще корректируем питание. Все культуры мы возим в лабораторию, делаем диагностику. Каждую декаду, да? Каждую декаду. Когда он растет, ну, в чем он растет, он 70 дней. Картофель, там, 60 дней. В принципе, вот, ну, это только по картофелю или по луку тоже? Тоже каждую декаду. Ну, вот, когда он начинает, как бы, знаете, вот, есть период роста, например, там, от 4 листьев лука, от 3, мы начинаем уже смотреть. Ну, это буквально, может быть, мы 4-5 раз, ну, как раз самый напряженный период, когда мы хотим знать, что не хватает, когда активный рост идет растения, что не хватает ему. И уже там что-то, провал, может, где-то что-то не хватает, азота, фосфорокалия. Ну, как их практика показывает, в основном только азот. Вот, фосфорокалия мы даем при, как бы, заранее даем по почвенной диагностике, мы заряжаем землю, а потом уже смотрим, что, как, добавляем уже по листу, с поливом, с поливной водой. Ага. Почвенную диагностику каши есть в год? Нет, осенью каждый год мы делаем. Ну, не то, что мы, у нас есть вот такое, как вот, государственное обследование раз в 5 лет, да? Да. Но мы делаем каждый год. Сами платим, мы платим, все это делаем. Ага. Также на зерновых, на грузе, у нас обслуживает нас компания, которая нам проводит постоянно это все. Ага. Ага. Ну, и это, и это оправдано? Конечно, мы лишнее не вносим, не на глазок, а смотрим, что нужно, что не нужно, что... Вот, вот, вопрос в качестве и в хранении тоже. Ага. Ну, и азот мы лишний не вносим там, не гонимся там, как бы, за этим. Все должно быть в оптимуме. Ага. Ну, а вот нынешний сезон, особенность его, когда много влаги, тоже какие-то корректировки, вы, наверное, придется вносить? Да, вот сейчас у нас приехала наша обслуживающая, вот они звонили сейчас, они же, да, они сейчас будут диагностику делать азимой пшеницы. Ага. И дадут рекомендации, что нам... А мы уже проанализируем, посмотрим, согласимся, ну, прием решение сами уже, как бы, так. Они нам дадут сейчас анализ, чем кормить, баланс какой есть там в растении сейчас, на данный момент. А что вы ожидаете, вот, в связи с обилием дождей, что придется корректировать, скорее всего? Скорее всего, азотное питание, промоется азот. А, и надо добавлять, да? Добавлять и дополнительно, я думаю, запас флаги позволит нам получить урожайность максимальную, которая растение может дать. Пока, ну, как бы, мы счастливы, что дождь идет. Да, это конечно. Как бы, он не дает работу, он такого года, я не помню, за сколько лет уже, вообще, такого, чтобы такого весна была. 92-го, наверное, такой был, вот, 90-е годы в конец, когда лет 5 там урожайность была хорошая, наверное, вот эти дождливые года были. А это у нас, в том году была, наоборот, там аномалия, сухо было вообще. Да, да, да. В этом году заливает, не можем посеять ничего. Значит, требуется усиленное питание и с тем, чтобы увеличить полнерий, давать потенциал. Да, потенциал, да. У нас в минимуме влага уже не будет, как бы так. И теперь мы, у нас есть возможность взять от растения, как бы, все, что можно. Теперь надо дать ему, дать ему то, что ему требуется, чего ему не хватает. Сейчас проведем анализы, посмотрим и будем работать. А какие-то, может быть, были случаи, которые стали для вас открытием, может быть, по овощам, поскольку у нас основная тема – это овощи, результаты этих анализов для вас оказались неожиданными. Может быть, в прошлом году, позапрошлом, как-то памяти. И, поскольку на глазок это одно, а вот результат лабораторного анализа, он все-таки корректнее и точнее. Ну, мы, как бы, мы не одну лабораторию, мы, были высокие показатели по фосфору, например, мы сомневались, переделывали в других лабораториях, как бы так. Ага. Как бы, как бы, фосфора было 60 миллиграмм, а мы даже не ожидали такого количества там, как бы, как бы, дал бы туда фосфор, там, 200 килограмм этого. 60 миллиграмм на килограмм. Да, 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 да. А мы получили там, на том поле 137 кукурузы, не внеся ничего, только обеспечив потом азотную подкормку и все. Ага. Ну, был высокий фосфор, и мы не внесли, мы сомневались, мы два раза переделывали, потому что, ну, сейчас не дашь, а потом не догонишь уже поезд. Ну, да, 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 да. Получилось, переделали, ну, рискнули, получили, как бы, и вот достойный ураган. Да, да, интересно, интересно, да. Игорь Витач, вот, есть ли у вас вопрос? Проблема засоления? Я бы, нет, наверное, нет, потому что мы проводили анализы, вот нам Назаренков, институт, проводили. Мы хотели войти в программу по гипсованию почвы, провели анализы, вот это лет 5 назад, наверное, было. Ну, нам не нужно, у нас идет процессы, идут саморассоланцевания, нам не нужно этого ничего. Мы хотели войти в программу, чтобы, как бы, ну, получить компенсацию, там, и фосфор повысить, как бы, все это, но у нас нет такой необходимости. Это связано с особенностями почвы или с тем, как, насколько вы грамотно используете воду? Ну, я думаю, севобород, да, севобород, во-первых. Ага. Как бы, как бы, выращивая кукурузу, пшеницу, мы оздоравливаем почву, добавляем ту органику. Потому что картофель для почвы, это не самая лучшая культура. Она, как бы, можно сказать, разрушает почву. Мало растительных остатков, идет дегумификация почвы. Мы, как бы, ее забираем оттуда больше, чем даем. Ага. Вот из-за этого еще, вот, севобород, как бы, для мехсостава почвы, для гранатического состава полезно, чтобы заходили культуры, которые дают много растительных остатков, оставляют там. Вот, что касается полива, у вас есть верхний полив и есть капельный полив. Какое их соотношение и чему вы отдаете предпочтение? Ну, для лука, конечно, капельный полив, качество лука, мы пробовали и на верхнем поливе лука, и на капельном. Качество лука на капли совсем разное. Выше качество, да. А почему? Ну, во-первых, верхний полив, санитарное состояние почвы, попадание туда воды, в саму луковицу. Повреждения идут, как бы, больше гнили получается при этом. А ясного, вот видите, на капли проще, и химобработки проще делать, и все остальное. Ну, капельный полив дороже, в разы. В разы дороже. Да, ну, качество лука, да. Директор мечтает перейти на верхний полив, чтобы уменьшить затраты. Ну, капли, все-таки, для лука, это лучшее, наверное, что есть. А для картофеля верхний полив приемлемый? Ну, в принципе, он приемлемый, да. Хотя и картофель на капли выращивания, там, и уроженость немножко больше получает. Ну, затраты такие, на это самое, все, как бы, разложить, все, капля дорого стоит, это все. А. Ну, видите, у нас есть почва, в Волгоградской области многие картофель выращивают на капли, потому что там почва не позволяет поставить поливные машины, там уклоны, там, всякое такое. Ну, мы для себя здесь считаем, что верхний полив для картофеля вполне нормальный. А для свеклы? Тоже верхний полив. А нет смысла, там, и капельный полив, и верхний полив для свеклы, как бы, я не вижу там. Ну, это из-за того, из чисто взять воду и затраты. Фермеры, там, они бегают, там, по полям, там, не своя земля, там, вот это еще капля. Они пришли сюда, пришли, в следующее поле, там, арендовали, каплю разложили, и все. Ага. Для лука капельный полив, вот, считаю, самое лучшее, то, что это. Вот, 2200 гектаров у вас на поливе капельного из них? 80 гектаров. А, ну, и мало у вас. Да, это, прямо-таки, совсем немного. Ну, это, это много, если урожайность нормальная по луку, это 6-7 тысяч тонн лука. В принципе, достаточно мы, в нашем, для нашей хозяйства, это, как бы, достаточно, я считаю, что большие. Это тоже затраты большие, как бы, так и риски большие. Ну, это оптимально у нас сейчас 600 гектар картофеля, 100 свеклы, 80 лука, и вот, получается, азима, кукуруза, и все это, как бы, все в оборот идет. Ну, еще, сейчас мы добавляем в этом году еще 350 гектар поливной земли, и получается, что, как бы, вот, культура нужна еще, как бы, сою. Мы думаем об этом. Да. Не опасаетесь, что будет дефицит воды для полива? Ну, как бы, в том году нам письма прислали раньше, в апреле еще, что будет ограничение повода. В этом году что-то, как бы, молчат пока. Хотя, ну, присылали, а потом не ограничивали все-таки? Нет, почему, контроль был, да, как бы, так, очень, все, как бы, было так напряженно, напряженно. Ага. Потому что мы переживали, что не дольем культуру наши. Ну, как бы, справились. Справились, хотя бы были ограничения. Нет опасений, что в будущем эта проблема? Есть. Есть опасения, да? Мы ставим поливы и сами все равно думаем, будет ли вода, не будет вода. Каждый год там, маловодие, маловодие, маловодие. Ну, вроде в этом году снега так и смотрели, снега выпала в пределах нормы в верховьях дона. Думаю, должно было набраться там. Хотя они говорят, что уровень ниже. Может быть, еще не пришла вата до конца. По семенам. Вы работаете с одной какой-то фирмой. Ну, я имею ввиду лук и свеклу по картофелю. Там другой расклад, видимо. И тоже не с одной, наверное, фирмой по картофелю, по семенам. Ну, да. У нас, как бы, и Садокос, и Агрика. И, как бы, мы выбираем сорта лука, которые для нас подходят. Как бы, тоже, как бы, нет монополистов. Ну, фритилейном, по заказу для чипсов, мы, как бы, сорта рекомендованные фритилейном. Выращиваем. А здесь продовольствием мы, как бы, сами выбираем. То, что востребовано рынок, то, что берут, то, что покупают, как бы, покупатель. Покупатель выбирает сорт, который мы выращиваем. Потому что, мы, может, он нам может нравиться, он будет вкусным, но его не будут покупать. А что больше любят покупатели? Красиво глазами. Сначала глазами, внешний вид нужен, да, красиво, чтобы он лежал, чтобы он далеко ехал. Глазами сначала. Да, как-то Картофелевод говорил нам в Краснодарском крае, что москвичи любят, чтобы была яркая картошка. Такие красные, вишневые расцветки. А внутреннюю мякоть где-то любят, чтобы белая, а где-то надо, чтобы желтая мыла. Дадистан хотел удачу всегда, но мы уже ее не выращиваем. Любят глазами сначала. Ну, сейчас, в принципе, сорта и вкусные, и вот Коломбо, мы на него пришли. Мы, основной сорт наш по картофелю Коломбо, как бы, он и вкусный, и покупателям нравится, и как бы, и товарный вид красивый, и вкус тоже, как бы, достойный. А по луку, по свекле, в Востоке не один сорт? Ну, как бы, мы по свекле, да, у нас несколько сортов, там, которые по срокам созревания мы берем, так, как сажаем, так у нас от 120 дней, там, до 100 дней. Начинаем с поздних сажать, и потом, по мере посадки, картофель от поля освобождается, мы сеем более ранние сорта. Ну, по свекле, у нас одна компания, мы выращиваем, да. Вот, они пришли, как бы, так она и хранится хорошо, и... Ну, там, другие компании заходят, пробуем, но пока мы лучшего ничего не нашли. А как вы, вот, заходит компания, вы предлагаете ей сопровождение или нет? Вот, на каких условиях они работают? Или они продали семена, и вы уже там... Ну, почему, почему? Да, как бы, консультанты, мы пользуемся, как бы, и спрашиваем, и они, как бы, тоже сопровождают нас, если мы, как бы, желаем, они обитомны. Нет такого, что продал семена и пропал. Диалог идет, и какие-то проблемы есть мы. Советуют, рекомендуют? Да, конечно, 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 такого нет сейчас уже, чтобы, знаете, как технику продал, и они обслуживают нас, так и здесь тоже. Любые вопросы, как бы, им интересно, чтобы мы дальше покупали их продукцию. А по свёпле с какой компанией работаете? Бео. Бео? Да, Бео задан. А, вот, Бео. Ага. Она и лук, я смотрю, да, луком-то, анимация? Да, и лук. И лук у нее берете? Да, и лук у нее тоже берем. Весь лук или не весь? Нет, не весь. Не весь, часть. Вообще-то, мы выращивали до этого года, мы отечественный сорт выращивали, халцидон. Ага. Мы сами семена выращивали для себя. Ага. Он на перо идет. И сейчас, как бы, мы и семена продавали потемножку там. Ну, это ушло уже, все уже. И мы решили, как бы, заменяем сорта, которая подходит нам. Он идет и на перо идет. У нас клиенты по луку. Вот мы храним лук для производства пера. Ага. И вот, Беевский сорт дайтона, мы выращиваем сейчас, на него перешли. Он тоже подходит для этого. Ага. Ну, просто халцидонова урожайность ограничена. Старый сорт, как бы, он на перо идет, он нравится людям. Но здесь урожайность больше, как бы, дайтона и ленку в этом году попробовали. Тоже сорт, это хазаровский, не это. Ну, мы тоже на компанию смотрим, какая там компания. Мы убираем продукты, которые нам нужны, которые нужны покупателю. Ага. Ага. И из того, что вы вырастили лук, свекла, из этих овощей, большая часть идет на хранение и потом реализацию. Ну, можно так сказать, да. Большая часть, да? Потому что мы, как бы, убирать надо быстро, и такой объем продать, как бы, сложно с поля. Ага. Технология уборки, и все цепляется, производительность труда. Ага. В основном, через склад идет, почти основной. И по картофелю тоже, да? По кипсовому там понятно? Понятно, все, да. Нет, а по такой, по, с поля продается основная часть. По картофелю основной? Ну, там ранние картофели основные у нас, которые востребованы. Позднего картофеля мы залаживаем около тысячи тонн. А со склада потом реализуете, вы фасуете, да? Да, ну, не, фасовка такая, у нас стандартная, там, 30 килограмм. А, ясно. И это, и по луку, и по свекле тоже самое, да? Да. А покупатели, они сами к вам приезжают разные? Разные. Или вы с торговыми сетями работаете? С сетями им как-то не получается работать пока. Ну, их покупают, их бывает, представители, когда товара мало, вот, иногда и берут. И у нас они, ну, у нас условия, там, нам слишком сложно работать пока с сетями. Ну, у них требования, да. Да, вы знаете, я смотрю на их товар, который в магазине лежит, там много всего непонятного есть. Да, ну, действительно. Пытаются они, вот сейчас контракты директор рассматривает, там, это было бы, конечно, интересно. Ну, не знаю, как сработается, не сработается. Ну, постоянно пробуем по чуть-чуть, но не получается пока. На дикий рынок производим. Ясно. Хотелось бы по контракту работать, конечно, чтобы мы знали цену, знали за что, кто купит это, да, чтобы не планировать. Да, никуда, вот как с чипсовым заводом мы работаем. Ну, как бы, ну, в принципе, как весь мир работает. Все мечтают об этом. Игорь Витальевич, спасибо, интересный рассказ. Рассказ.